Как отличается мужчина от женщины? У мужчины есть один только вариант испытывать счастье, это побеждать судьбу. У женщины, в принципе, тоже есть такой вариант, но у женщины есть бонус. Она может счастье получать от детей. Ну, то есть она может счастье получать от детства, которое рядом с ней находится. Она прижимает ребеночка, любит его, и это вот крылатые качели у нее тоже внутри. Она вспоминает свое детство, и она чувствует счастье. Мужик, в принципе, тоже такой бонус может получать, нет проблем. Но если он заботится о жене с ребенком, только в этом случае. Если он не заботится, значит, ни хрена никакого бонуса не получишь. Вот это крылатые качели, значит, до свидания, не получишь. Вот если хочешь крылатые качели испытать, заботься о жене, заботься о ребенке. И дальше она, жена, счастлива, потому что если ребенок маленький, от него исходит вот эта энергия счастья. И ты тоже можешь получить, если хочешь. Ну, тогда придется заботиться о жене с ребенком. И как это счастье ты будешь получать? Ты будешь приходить с работы, когда ты отработал свою схему, денежки принес. И в это время ты будешь видеть жену, счастливую с ребенком. И тебе это будет хорошо, отлично. Все, вот этим довольствуюсь. Если хочешь, как бы, дубль два, еще одну такую схему, тогда это уже, как бы, будет уже сложнее счастье получать, потому что одна жена будет проклинать другую, а та эту. Между ними уже будет вражда. И у тебя не будет никакого счастья, потому что ты попадаешь в другую ситуацию жизни. Вот мужчинам всегда кажется, чем больше женщин, тем лучше. Это обман, иллюзия. Потому что у тебя количество счастья в сердце все равно может быть столько, сколько ты можешь. А если ты начинаешь совершать что-то против Бога, то у тебя тогда все оскверняется, и вообще никакого счастья не будет от того, что ты вытворяешь. Понятно? Нет? Теоретически понятно, да? Практически непонятно. Ладно, движемся дальше. Итак, есть законы, да, по которым мы можем жить. Эти законы не мы придумали, эти законы придумал Бог. И по этим законам одни поступки делают семечки черными, а другие светлыми. Вот это из-за Бога все происходит, потому что у Него есть законы. И мы здесь ничего не придумаем. Допустим, если ты хочешь три жены, значит, у тебя все оскверняется, это пространство. Потому что Бог сказал только одну. Все. Понятно? Вот, теперь дальше поехали. Итак, что такое вот это время? Материальное время. Оно и его цель – нас делать лучше. То есть оно нас напрягает, потому что мы здесь неправильно настроены. Мы настроены счастье дарить себе. И это состояние называется сном души. Душа сияет, но энергии сна. Сон означает эгоизм, жить для себя. И цель человеческой жизни – это перестроить направление сияния души, чтобы мы сияли желанием служить, а не желанием наслаждаться. Вот если говорить, допустим, о любви, то душа в основном, она как думает, любовь означает, что я балдею от кого-то. И все люди ищут, от кого же я сильнее балдею. Вот, от этого. Все, значит, с ним будет больше счастья. У нас такое. И мы это понимаем под любовью. А Бог как делает? Он этот балдеж потихоньку закручивает, закрывает краник. Просто наслаждение человеком. И учит человека так, чтобы ты теперь служа человеку, заботиться о нем, испытывал другой вид счастья уже. Сияние именно души проснувшейся, которая хочет служить, а не души, которая спит и хочет балдеть, чтобы само собой все было. Понятно? То есть надо учиться другой вид счастья вырабатывать. Это в этом цель человеческой жизни. И когда человек хочет этот вид счастья вырабатывать, его семечки, которые появляются от этих поступков, светлые. А если он хочет вырабатывать счастье эгоизма, тогда семечки, которые от этих поступков появляются черными, и они таким образом не дают человеку быть счастливым, потому что они портят среду его жизни там внутри. Понятно? Как это происходит? Время – это что такое? Это энергия, которая действует через движение Вселенной и через направление, в которое мы движемся сами. Ну то есть судьба меняется от всего. Вот, допустим, если человек движется на восток, на восток идет человек, то у него увеличиваются семена, и больше семена внутрь идут, связанные с личной жизнью, хорошие, а связанные с работой больше идут плохие. Поэтому для денег никто в Казахстан не едет там, никто не едет на восток. Когда человек едет на запад, то у него семена хорошие, связанные с работой, увеличиваются, с лишней жизнью уменьшаются. Понятно? Когда человек едет на юг, то у него все самые хорошие семена вылазят, внутрь идут, а все плохие остаются в корке до порода времени. Поэтому, когда человек едет на юг, ему сразу сначала хорошо становится, а потом хреново. Когда хорошие семена заканчиваются, тогда дальше получи фашист гранату. Вот, когда человек едет на север, то у него сначала плохие вылазят, а потом хорошие. Поэтому в ближайшей перспективе на север плохо, а в дальней хорошо. В ближайшей перспективе на юг хорошо, поэтому на юг хорошо ездить, отдыхать. Поехал, семена хорошие все как бы выплеснул, потом Питер назад. Теперь у меня вопрос. Для вас Питер это что? Юг, восток, север, запад. Это что для вас? Ничего, да. Это для вас центр. Это для вас центр. Если вы здесь жили всегда, а если вы сюда переехали, соответственно, то, как переехали, теперь так и будет. То есть изменяется жизнь. Но она изменилась по отношению к тому, что было. Допустим, вы жили на Востоке, у вас с личной жизнью все было легче. Отношения были легче. Приехали сюда, допустим, с Востока, отношения стали тяжелее, работать легче стало, больше денег, меньше личного счастья. Но если человек живет в Англии, допустим, для него Англия это не Восток, не Запад, не Север. Это для него центр жизни, поэтому там у него будет столько, сколько ему по судьбе положено. Поэтому есть разница между тем, кто живет в Питере и в Англии. Разница заключается в том, что если вы туда переезжаете, это одна песня, а если он там живет, то другая песня. То же самое и на юге, понимаете? Вот они, допустим, там где-нибудь в Африке живут, там на острове на каком-то, да? У них там одна жизнь, одна песня, вы приезжаете, будет другая. Как вы думаете, это хорошо или плохо, когда слишком много валится хороших семян в сердце? Человек расслабляется, он теряет концентрацию, он не хочет работать. Вот поэтому, но им, если они там правильно живут, то у них там все нормально будет. А если человек вообще настроен только служить, и он едет на юг, у него хуже жизнь будет? Нет. Почему? Потому что он все вопросы решил с этой жизнью, куда хочешь, туда и едь. Может, на север едь там, можешь поселиться на Валааме, твои проблемы, твои, ты как хочешь, так и решай. Если хочешь на север, больше грехов очистишься, отработаешь, пойдешь в рай. Поехал на юг, значит, ну, как бы, ты уже решил в рай поехать на этой земле, там, если не будешь шаски совершать, грехи свои вытаскивать, отрабатывать, то, значит, рай в следующей жизни тебе уже не положен. Ты в этой жизни уже, как бы, все сделал, пожил на Чунга-чанге. Поэтому думай, выбирай. Итак, мы с вами изучаем, что такое судьба, да? Направление света, поняли? Теперь есть еще, кроме направления света, еще движение планет. Они запускают разные комбинации планет, тут уже сложно все объяснить на пальцах, разные комбинации планет, вытаскивают изнутри, из сердца разные семечки. Но в целом, что и когда, есть карта астрологическая у человека, да? И там написано, как примерно все это будет происходить, периоды жизни там. Все, в принципе, Бог ничего не скрывает. Он нам подарил вот это знание, которым сейчас очень неправильно пользуются, потому что это знание всегда указывает только на одну вещь, мои дорогие друзья, на объем работы. Если семечко туда в сердце зашло, даже большое, с ним очень трудно справиться, это всего лишь просто объем работы, и с ним именно надо справиться. Оно для этого туда и вышло, чтобы мы его очистили. Больше нет причины. Но когда вам астрологи говорят, что типа суши весла, крест безбрачие, сглазили тебя, отворот, поворот, приворот, отворот, поворот, все это бред сивой кобылы. Если сивую кобылу увидите, и она будет в бреду при этом, это примерно то же самое. она будет смотреть на вас и говорит вот так вот. Поэтому не ходите к этим бредовикам, затейникам. Они вам не помогут победить над судьбой. Вот. Итак, в результате комбинации планет семечко греха, которое сидит, вы вообще ничего не знаете о нем. У вас нормальная жизнь в нормальном городе. Понимаете, неожиданно в результате комбинации планет неожиданно семечко бывает разной величины и поэтому на разную глубину падает внутрь. А для того, чтобы разобрать вот эту тему глубины, тоже надо кое-что знать. На самой поверхности вот это вот озеро счастья, будем вот так вкратце называть, на самой поверхности находятся наши мысли, воля, желания, ощущения себя. Там находятся, сверху. Ближе всего к семенам грехов. Вот там, сверху. И поэтому, когда семечко слабенькое, маленькое, оно сразу раз, и у тебя испортилось настроение. Если у тебя испортилось настроение, это не значит, что пришла сильно тяжелая судьба. Ну, тебе раз, и что-то плохо сегодня. Ну, это не такая сильная судьба. Совершать чуть-чуть аскез там, и сразу тебе легче будет. Теперь семечки бывают потяжелее. И ты рано утром встаешь, и что-то внутри плохо стало, что-то заболело, там еще что-то, вот так, так, что-то совсем плохо. Геморрой вылез. Чему надо? Вот. Пытаешься назад засунуть, не засовывается, к врачу надо идти. Вот. Чего такое? Непонятно. Это, так действует судьба. И она уже действует, потому что средняя часть вот этого озера счастья это наше здоровье. Если семечка туда улетела, значит вот значит что-то заболело. Понятно? И самая глубокая часть вот зона судьбы этой озера счастья, самая глубокая, туда самые тяжелые семечки валятся. И семечка может валиться с разной скоростью. Вот если скорость высокая, вы даже не узнаете, почему вот там вот в глубине вот этой вот зоны, там где душа находится, вокруг нее вот эти ниточки все уходят к окружающим людям. Вот там находится самая глубокая зона нашей жизни. Поэтому когда семечка туда воткнулась очень глубоко, то у тебя начинает ниточка страдать. Это значит, что люди смотрят и думают, какая скотина на вас. Хотя вы вообще ничего плохого как бы не делали. понимаете, вы вообще, вы хороший человек, но они вот не знают это, потому что так действует судьба. Субтитры создавал DimaTorzok А я дедушку не бил, а я дедушку любил. Понимаете, то есть все переворачивается. Судьба все переворачивает с ноги на голову. Все переворачивается благодаря тому, что семечка улетела туда очень глубоко. И люди, вот ваши близкие, вдруг неожиданно начинают говорить, я к тебе остыла. Я тебя не люблю. Ты мне противен. Или просто начинают обвинять вам в том, чего вы не делали. Так действует вот эта вот судьба, которая улетает очень глубоко от семечка. И это неожиданность. Ни для кого неожиданность. Чего я такого делал? Жил нормально, потом бац! А ты в этой жизни может ничего вообще плохого не делал, а может быть делал в прошлом. Мы же не знаем, чего мы там напедокурили. Вот чем отличаются те, кто живут на высших планетах от нас. Потому что чем выше человек живет, тем больше помнит, что он делал в прошлом. Он свою прошлую жизнь начинает помнить. Поэтому у него нет проблем. Страдания от неведения возникают. Вот эти малые почему-то корут, когда что-то не так, потому что они не понимают, что такое. Мы понимаем больше, поэтому легче нам жить. Больше терпим в этом плане. Знаний не хватает. А животные вообще все боятся. Почему они пугливые такие, бегают от всего? Потому что у них нет вообще никакого знания. У них нет разума. Они не понимают, куда попали, что тут такое происходит. Поэтому животных надо защищать. Бог говорит, надо маленьких детей защищать, животных. Потому что они нет разума, они все боятся, им надо помогать, чтобы они жили как-то нормально. Итак, семечко попало внутрь, окрасило все в черный цвет. Значит, жизнь черная будет. Как жажду средь мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память мой злой властелин все будет минувшая вновь. Память оказывается будет. А что такое память? Вот эти вот семечки грехов, они когда светятся, они активизируют желание думать о себе. Но как думать о себе? Если это темная семечка темную энергию излучает, значит, думать о себе будешь плохо. Или о своей жизни, или о родственниках, ну все с тобой что связано. Если семечка светлая, тебе хорошо будет, ты о себе будешь хорошо думать. Понимаете? Как же изменить судьбу? Как сделать так, чтобы темные семечки не влияли на нас? Для этого существуют три действия, направленные на победу над судьбой. Первое действие, самое простое и самое сложное, это действие называется аскеза. Что такое аскеза? Это когда ты совершаешь три действия, очищающие три вида семечек. Одно семечко засоряет у тебя возможность движения вечности энергии прекращается. Семечко такое грязное, но энергии вечности превращается. Что ты чувствуешь в это время? Ты чувствуешь блок, безысходность, невозможность преодолеть трудность, выгоняют с работы, энергия вечности, соответственно, длительное движение. Вот почему по второму кругу бегает. Потому что энергия вечности страдает, выгоняет с работы. Вот мысль правильная значит идет. В это время надо стараться больше этим заниматься. То есть энергия вечности страдает, ты длительное движение начинаешь совершать, очищаешь это семечко. То есть семечко никуда не делается, оно сидит внутри. Пока время плохое действует, а время плохое действует определенное количество времени, оно не может вечно действовать. То есть есть период, когда эта семечко будет постоянно выбрасывать смрад. И ты своей аскезой вот совершаешь аскезу постоянно и убираешь эту грязь из своей жизни. Убираешь, 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 убираешь. Надо убирать, иначе портится здоровье. То есть здоровье это что такое? энергия счастья внутри вот этой штучки. Если его нет энергии счастья, блоки возникают в наших психических слоях. Жить становится плохо, тяжело. Поэтому нужно постоянно убирать, очищать свое сердце от горя, от печали, от безысходности, от обиды. Нельзя жить с обидой, нельзя жить безысходностью, нельзя жить с печалью. Три энергии надо убирать. Безысходность это что такое? Длительное движение значит, энергия вечности страдает. Обида это что такое? Энергия знания страдает, значит неподвижное положение тела. Или вода. отчаяние что это такое? Энергия счастья страдает значит. Нужно значит пост на воде или солнце. Если вы в Питере облака вышли на улицу солнце получаете? Получаете. Если вы будете вспоминать, желать всем счастья. Я желаю всем счастья. Мы что получаем? Я желаю всем счастья. Это что? К энергии? Солнце. Итак, очень важно понять такую вещь, что есть три способа очищения судьбы. Первый способ это основной с точки зрения профилактики. Не с точки зрения глубокой работы над собой, а с точки зрения нормального жизни, поддержания нормальной жизни. От этого способа никто не имеет права отказываться. даже те которые владеют более сильными способами очищения судьбы, они все равно должны этот первый практиковать. Потому что грязь внутри никто не отменял. мыть пол надо хоть ты святой хоть ты грешник не моешь пол значит будешь жить в грязи а жить в грязи это значит портить себе жизнь и здоровье. Но есть грязь внутри внешняя есть грязь внутренняя ее тоже надо очищать. Итак дальше поехали. Второй способ не просто очищает пространство вокруг семян, а также очищает цвет семени. Вот само семечко которое зашло в это пространство оно тоже чище становится. Это второй способ называется добрые дела. Это значит что ты переламываешь себя тебе хочется что-то себе а ты вопреки этому желанию отдаешь другим. Называется добрые дела. И они очищают семечки которые зашли внутрь. Цвет становится лучше. И в результате как бы то что тебе приносило страдание в конце концов это же приносит тебе и счастье. Не было бы счастья и несчастье помогло. Да? Если Полик Геннадьевич я бы не совершал эти грехи я бы не пришла на ваши лекции. Поэтому спасибо что у меня так сложилась жизнь. Это мудрость. Мудрые люди так считают. Они понимают что без этих событий плохих ничего бы хорошего не было. Поэтому надо всегда понимать что жизнь она прекрасна. Чтобы не происходило все это к лучшему всегда идет. Если вы хотите побеждать судьбу а если не хотите все будет к худшему наоборот. и третий вид действия который сжигает семечки ну то есть другими словами вот семечки стали допустим светлыми внутри ну в принципе для начала нормально у тебя счастливая жизнь ты никого не обижаешь у тебя нет злобы внутри нет раздражительности нет обидчивости нет лени нет желания воровать изменять насиловать ругаться все у тебя там внутри хорошо и ты хочешь жить хорошо это значит у тебя там все хорошо но у тебя есть еще корка вот это и там много много грехов остается черных которых ты еще в себе не знаешь и вот когда человек думает о боге и молится ему то даже вот эти вот семечки которые в мячике находятся они начнут начинают сначала светлеть а потом все семечки и внутри мячка и снаружи начинают постепенно таять и растворяться и ты становишься святым человеком и уходишь в духовную реальность например такая программа не на одну жизнь а на много жизней семечки эти никуда не деваются вот ты уходишь из жизни семечки остаются с тобой как это поется песня остается с человеком песня не расстанется с тобой вот та песня которая там внутри тебя с тобой не расстанется не волнуйся куда бы ты ни пошел и сквозь годы и сквозь расстояния на любой дороге в стороне любой карма остается с человеком карма не расстанется с тобой примерно так вот поэтому никуда от нее не деться придется все равно работать над собой побеждать судьбу вот почему не работает все вот мы женщины говорили она говорит но я же молюсь по 4 часа в день вот теперь давайте с этим разберемся вот молите по 4 часа в день у вас что в основном вот эта вот корочка то что еще не вышло очищается поэтому вы не видите изменений в этой жизни потому что изменений в этой жизни происходит в результате совершения аскез человек совершает аскезы он очищает пространство которое там внутри если он добрые дела то он не дает семечкам грехов которые вышли и прямо лупят вас не дает им активно действовать вот допустим эти семечки грехов которые лупят они что делают с вашей головой они говорят думаю о себе И вот это думай о себе, то есть тяжелая судьба, есть три стадии. Первая стадия, думай о себе. Вот все вроде плохо, пришла на лекцию, забыла про все, слушай лекцию, так хорошо. Поднимите руку, вот такое состояние сейчас. Значит, это просто тяжелая судьба, не такая тяжелая. Она преодолевается своими силами. Вторая судьба называется жесткая. Когда, как бы, жизнь бьет ключом и все по голове. Это жесткая судьба уже. Она своими силами не преодолевается. Жесткая судьба. Как определить внутри себя, как продиагностировать эту судьбу. Я пришла на лекцию, лекция нравится. Олег Геннадьевич сегодня в ударе, все классно. Но я не могу забыть то, что у меня внутри происходит параллельно. Мысли параллельно думаются внутри. Поднимите руку вот так. Это жесткая судьба действует на вас. Вы не сможете просто так отвлечься. Уже приковывает к себе сильнее. Нужно что-то делать. Жесткая судьба побеждается аскезами, добрыми делами, молитвой. Если все это делаешь активно, то жесткая судьба, вот у молодого человека жесткая, она смягчается, становится легче. Ты чувствуешь, что все нормально, но не настолько, как бы хотелось. Когда будет настолько, когда пройдет этот период. А он когда пройдет, все раз, все нормально. Это примерно два с половиной месяца в вашем случае. Но в другом случае может быть и год, и больше. У всех по-разному. Бывает вся жизнь плохой период. Это, как бы, это награда уже. Не волнуйтесь, это не у вас. Потому что, когда вся жизнь плохой период, то человек рождается, ему с детства, Бог в сердце говорит, иди в монастырь. Молись всю жизнь, не надо тебе туда лезть. И такие люди есть, и они счастливее нас, потому что они не дергаются, они знают, у них счастья нет ни в личной жизни, ни в работе. Они попробовали все. Идут в монастыре, и у них одно счастье, потому что они очищают грехов всю жизнь. Чистятся, и классно живут все. И Бог их поддерживает, дает им возможность жить, кушать и все прочее. Все нормально. Так что не волнуйтесь, у вас все гораздо лучше. И может быть лучше, может быть нет. Нет, потому что с точки зрения Бога, жизнь означает отработка кармы. Если человек работает над собой, значит живет. Если балдеет, а мы хотим же балдеть. Для нас жизнь вот эта, у нас разные представления о жизни. Нам кажется, что жизнь это когда хорошо, а когда плохо, это не жизнь. Вот, а Богу наоборот кажется, что жизнь, когда человек работает над собой, когда у него плохо, а когда хорошо, это не жизнь, Богу кажется. Понимаете? У нас разные представления о жизни. То есть память о Боге единственный вид действия, который освобождает от памяти о себе. И не просто освобождает, а еще начинает влиять на саму причину этой памяти. Ну то есть, когда ты аскез совершаешь, то память о себе очищается и становится легче. Когда добрые дела, то она трансформируется. Ты начинаешь уже по-другому воспринимать мир, перестаешь быть жадным, перестаешь быть несчастным. То есть у тебя меняется что-то внутри. Но когда ты молишься Богу, память о Боге, она убирает страдания, даже несмотря на плохой период. То есть ты думаешь о Боге, и ты можешь отвлечься от себя. Представляете? Вот когда человек думает о Боге, у него такой феномен внутри возникает. У него в сердце возникает доброта, вот здесь прямо такое доброе чувство. И все, ты начинаешь всем прощать. Как будто ты не здесь находишься. Такое ощущение, что как будто тебя взяли и оторвали от той реальности, в которой ты живешь. Это некоторые спрашивают, как почувствовать Бога? Я вам объясняю, что почувствовать Бога означает почувствовать доброту, которая тебя отделяет от той реальности, которой все живут. И ты тоже живешь. И ты как будто со стороны начинаешь все смотреть. Почувствовать Бога означает почувствовать сердце доброту. То доброту можно через святых чувствовать, через священное писание, через святые места. У нас во сколько лекция заканчивается? В десять? Мы с вами изучаем грехи сегодня. Мы изучаем, что это такое, с чем их едят и как их выплевывать. Поэтому очень важно понять, что не мы решаем, что грех, что не грех. Потому что некоторые люди думают, что да никакого греха, все нормально. Но это не мы решаем. Те поступки, которые отдаляют человека от Бога и приносят ему неудовольствие, это грехи. А те поступки, которые приближают к Богу и приносят Богу счастье, как определить, что Богу счастье поступки? Вот здесь Бог находится. Есть душа, о которой мы говорим, а сзади Бог находится. В каждом человеке. Он присутствует, Господь. Но Он присутствует с закрытыми глазами. От Него исходит энергия, которая взаимодействует с нашей жизнью. И если мы правильно живем, то эта энергия резонирует с нашей жизнью. То есть, если мы бескорыстны, как Бог, энергия резонирует с Богом в нашей жизни. И мы испытываем счастье. Через этот резонанс отсюда счастье выходит. А если мы неправильно живем, то эта энергия наша противоставляет Богу. И в результате у нас с Ним спор, конкуренция. У нас внутри спор, нет счастья. Обида, спор, неприязнь. То есть, становится тяжело. Человек спорит, отчаяния находится, обижается. А если правильно, то счастье. Бывает так, что хорошая песчинка судьбы пришла и делает счастье. Кажется, что вот типа я обнаглел, делаю все, как хочу и все равно счастлив. Такие совпадения тоже бывают, потому что ты можешь получить хороший период жизни. И он это очень опасно. Хороший период это очень опасно, потому что у тебя нарушается координация. Ну, допустим, часто бывают так, что человек попадает в аварию и гибнет. Потому что слишком хорошо он едет, как бы, слишком хорошо, у него хорошая песчинка там сияет. И он начинает нарушать законы Бога. Слишком быстро едет, изменяет. Живет на широкую ногу слишком, там много тратит денег. Создает плохую судьбу, в результате потом копит наказание. Поэтому слишком хорошая судьба тоже опасна, потому что она замутняет разум. И слишком плохая судьба тоже опасна, потому что создает болезни, препятствия в жизни, которые человеку трудно преодолеть. Некоторые люди раньше времени из жизни уходят. Что значит уходит из жизни человек? Это значит, что настолько тяжелая, как бы, там песчинка судьбы висит, что она блокирует энергетические потоки. И у человека уже нет возможности жить в теле. Или тяжелое заболевание приходит. Или блокируются потоки, связанные с поступками. И ты совершаешь поступок, который тебя убивает. В целом, как бы, у человека вот судьба действует в трех направлениях. Вот этот шарик действует в трех направлениях. Первое направление – это тело и настроение внутри нас. Второе направление – это личная жизнь. И третье направление – это работа. И везде может долбануть. Вот этот семечко приходит. Куда она будет действовать? Она может испортить личную жизнь, можно испортить работу. Личная жизнь при этом нормальная будет. И может испортить ощущение себя, свое здоровье. Обычно семечки где-то на 60% портят работу, допустим, на 30% портят здоровье и на 10% портят только личную жизнь. Здоровье является как бы переходным таким мостиком. Или на 60% портится здоровье, портится личная жизнь. На 30% здоровье и на 10% – работа. Или на 60% портится здоровье, тогда что-то будет на 30% личная жизнь или работа, допустим. Ну, то есть обычно вот так действует. Обычно в одну сторону судьба бьет сильнее, чем в другие стороны. Обычно вот так. Исключения, конечно, всегда бывают. Не бывает так, чтобы на 100% плохо работа, на 100% плохо здоровье и на 100%, 300% судьба не действует. Но надо понять, что она может с разной силой действовать. Вот что надо понять. И когда жесткая судьба приходит, как человек себя чувствует? Я вам говорил. Даже идет лекция, и ты испытываешь счастье, но все равно параллельно идут мысли о себе. Они не останавливаются, как будто бы ты живешь двойной жизнью. Это жесткая судьба. Это значит, что тебе с близким человеком, если это в личной жизни, не надо слишком близко строить отношения, потому что правило такое. Чем тяжелее судьба, тем подальше от объекта, который является... Ну вот палач, допустим, если тебя не трогают, можешь поближе быть к нему. А если он уже меч взял, ну будь подальше, если можешь. Ну в жизни ты можешь же от близкого человека чуть подальше быть, не обязательно там лезть, как бы... Давай поговорим. Жесткая судьба здесь. Ну сейчас будет скандал. Что значит поговорить? Не разговор будет, вы будете ругаться просто и разрушать свою семью. Это жесткая судьба. Значит, надо жить каждый в своей конуре. И стараться в общую, как бы, пространство не заходить, потому что вы будете гавкать. Есть еще жестокая судьба. Вот жестокая судьба, особо следует с ней поговорить. Вообще, все вот эти три вида тяжелой судьбы по-разному совершенно человек себя ведет. Если он лекцию слушает, забывает о проблемах, значит, можно близко отношения с близким человеком строить. Опасности большой нет, но будет тяжело жить просто. Ну это и хорошо. Тренируйся, прощай, терпи. Жесткая судьба. Ты не можешь близко уже находиться рядом с ней. У тебя нет сил справиться. Ты постоянно думаешь. Память указывает на тяжесть судьбы. Если ты не можешь память победить, она у тебя тяжелая, всем счастья не желаешь, плохо тебе, ходишь несчастный, замученный, значит, тогда подальше держись от объекта судьбы. Восстанавливай себя, сохраняй себя. Что делать, когда жесткая судьба? Восстанавливай себя, сохраняй себя. Занимайся больше своим здоровьем, потому что через очищение облегчается жизнь человека. Сначала надо очистить шарик вот этот, потом ниточки между вами, а потом очистится судьба внутри другого человека. Твоя судьба тоже действует, об этом завтра поговорим. Вот. А жестокая судьба – это особый вид судьбы. Когда ты не то что не отвлекаешься от своей судьбы, когда ты на лекции, и когда ты желаешь всем счастья, тоже не можешь забыть себя. Не только это. А еще кое-что. Ты начинаешь попадать в воронку судьбы. Воронка судьбы означает, что у тебя уменьшается счастье. Вот она жестокая судьба женщины в очках темных. Уменьшается счастье. И здесь ты должен сделать выбор для себя. Выбор какой? Идти наперекор тому, что ты хочешь. Иначе все будет очень плохо. Ну, то есть, воронка судьбы – это что такое? Это значит, что ты уже теряешь интерес к природе. Значит, если ты потерял интерес к природе, тебе не хочется на воздух, на солнце, на воду. Значит, тогда жди тяжелых заболеваний. Допустим, не хочешь с водой иметь дело – жди перегрева. Не хочешь с солнцем иметь дело – жди онкологии. Не хочешь иметь дело с ветром – значит, жди болезни, боли в теле, скованности, суставов, поражений и так далее. Ну, то есть, когда ты на природу не хочешь, на какой-то вид природы, значит, это признак того, что скоро будет плохо. И надо себя заставлять. Понимаете? Как новый русский встречает своего друга, такой худой весь, новый русский такой толстый. И он говорит – ты что такой худой? И друг говорит – я что-то, я не доедаю. А новый русский говорит – так надо себя заставлять. Вот. Ну, не поняли они друг друга. По-разному жизнь строится. Итак. Жестокая судьба – это особое звучание этих семечек судьбы. Они по-другому совсем себя ведут. Они так себя ведут, что человека рвется крыша. Или у тебя рвется крыша. Или у тех, кто с тобой связан. Если тяжелая, жестокая судьба заходит в самую глубину твоей судьбы, то твои близкие люди начинают тебя предавать, изменять тебе, насиловать там. Ну, как бы, они звереют. Люди вокруг тебя начинают сумасшествовать. То есть, от них пена изо рта идет. Они начинают тебя оскорблять там и так далее. И в это время другое поведение уже. Если жесткая судьба – подальше держись. И при этом желай счастья, работай над собой и жди. Придет время, и все наладится. Жестокая судьба. Просто подальше держаться не получится, потому что идет агрессия. Судьба разрушает твою жизнь. Ты должен не просто держаться подальше, а ты должен пытаться сохранить себя. Нужно восстать против событий. Нужно быть сильным, не унижаться, самодостаточным, не идти на компромиссы. Судьба становится агрессивной. Она говорит, я тебе буду изменять, а ты со мной живи. А ты должен сказать, извини, я буду жить отдельно, молиться, чтобы ты перестал так делать. И так далее, понимаете? Или она говорит, я тебя буду грабить, а если ты будешь против, тогда я тебя посажу в тюрьму еще. И надо не согласиться. Ну, то есть, когда жестокая судьба приходит, не надо идти на компромиссы. Нужно понять, где твое благо, и благо всегда в правде, правдивости. Никогда не иди на поводу у грехов, у этой греховной судьбы. То есть, откуда это берется? Если ты в прошлой жизни изменил кому-то, значит, в этой жизни тебе приходит такая судьба. Я говорю, ну что, поживем с тобой так вместе. Примерно так. Завтра поговорим о том, как действует судьба на одного человека, на семью, на целую фирму, на город, на страну, на землю. В чем разница? Вкратце, если тяжелая жестокая судьба действует на всю землю, а сейчас на всю землю действует именно жестокая судьба, тогда, даже если у тебя хороший период в жизни идет, то ты должен выбрать одно из трех поведений. И если только одно из трех поведений правильно ты выбираешь, тогда твой хороший период в жизни останется хорошим. Если у тебя тяжелая судьба идет, то же, чтобы она не превратилась еще более тяжелой, ты должен выбрать один из трех видов поведений. И поэтому специально вот эта сказка для жестокой судьбы и написана. Первой дорогой пойдешь, себя обретешь. Второй дорогой пойдешь, коня потеряешь, скобкой, жену. И третьей дорогой пойдешь, себя потеряешь. Три дороги, когда действует жестокая судьба на землю. Первая дорога называется доброта. Это путь Бога. Доброта невозможно, доброту сохранить, когда у тебя убили там дочь, когда сын погиб на войне, когда разрушили твой дом снарядом или еще что-то, когда жестяк идет полный. То доброту сохранить невозможно, если ты постоянно не думаешь о Боге. Если человек постоянно думает о Боге, то он понимает, что все это, конечно, неправильно и нехорошо. И если надо, он защищает Родину и там выполняет свой долг. Жестокая судьба означает войны, несправедливость там и так далее, санкции. Сейчас еще новые слова. Это тоже жестокая судьба. Железный занавес – это тоже признак жестокой судьбы. Доброта означает, что мимо тебя это все будет проходить. Если у тебя хороший период, а если плохой, он хуже не станет. Теперь второй вид восприятия действия жестокой судьбы. Второй вид называется не доброта, а чувство справедливости. Чувство справедливости или праведные действия, праведность, справедливость ставит тебя перед выбором, который ты должен всегда сдавать экзамены. Если ты не сдашь правильно, погибнешь. Сдашь – выживешь. И даже будешь – получишь награду. Это называется путь патриотизма, если война идет. Есть путь доброты. Даже человек, который воюет, он, если по-доброму ко всем настроен, он может остаться жив гораздо больше шансов сохранить жизнь, потому что он настроен правильно, и судьба защищает его. Удача вместе с ним находится. Бог защищает такого человека. Второй путь патриотизма означает не то, что первый человек не может быть патриотом. Он может быть, но он по-другому это будет воспринимать. Второй путь – правды или путь наказать всех, кто неправда. Это путь войны, сражения, борьбы. И на этом пути постоянно человек испытывает испытания, потому что одна ошибка неправильная, одно неправильное действие, и он попадает под влияние жестокой судьбы очень жестко. То есть этот путь опасный сам по себе. Когда ты не добротой живешь в сердце, а правдой. Ты хочешь доказать свою правду всем. И третий путь называется путь черной ненависти. Когда человек ненавидит врагов, хочет всех поуничтожать, это путь и ведет в ад. И путь черной ненависти превращает людей в фашистов. Они всех начинают убивать, косить врагов без разбора. Дети, старики, женщины, безоружный враг, вооруженный. Не имеет значения всех убивать. Это путь ненависти или путь, который ведет в ад. Поэтому, когда приходит жестокая судьба, это касается, ну допустим, жестокая судьба может прийти к тебе в личную жизнь, и тебя предали, изнасиловали, замучили, избили, отняли у тебя собственность. Что хочешь, по всем направлениям. Жестокая судьба вот во всем направлениям может действовать. И первый путь – доброта. Ты можешь снаружи там сражаться за свою собственность, наказывать человека там, делать все, что угодно, но в сердце доброта к людям. Это путь Бога. Он приводит к святости, к чистоте, и к победе над жестокой судьбой. Второй путь правды – ты отстаиваешь свою собственность. То же самое все делаешь, но ты делаешь это из чувства правды, и у тебя при этом опасность ненависти очень высокая. Энергии страха действуют. Энергии, которые заставляют человека напрягаться. И на самом пике психика, она не может выдержать вот это чувство правды. Оно не спасает человека, понимаете? У человека все перенапрягается. Потому что спасает человека только любовь. Только когда человек любит Бога, думает с добротой о всех, он может… Это жестокое время, в которое мы сейчас живем, дорогие мои друзья, оно только начинается. Это не то, что вот сейчас чуть-чуть и будет лучше. Это только дальше раскручивается. И вот этот экзамен доброты очень важно каждому научиться сдавать. И вот… Чего долго? Вот сейчас… Сейчас до осени… Точнее, до ноября где-то следующего года, земля будет испытываться и люди будут испытываться на доброту. Если до этого времени мы не опомнимся и научимся быть добрее… Мы не говорим сейчас о войне там, о там… Страны воюют, выполняют свой долг. Это нормально. Мы говорим сейчас о сердцах людей. То дальше будет следующий виток. Ну, то есть, начиная с ноября следующего года, человечество входит в главное испытание этого периода, который начался с коронавируса. И самый плохой результат этого испытания – это ядерная война. А самый хороший результат этого испытания – ядерной войны не будет. Понятно, да? Говорит, а если я хорошо буду делать, что тогда? Тогда тебе ничего не будет. Если плохо, значит будет. А если хорошо, тогда ничего не будет. Когда человек в настроении праведности, то есть, находится в настроении правды, он хочет отстоять правду, но у него нет веры в Бога, тогда жестокая судьба, она человека так сильно напрягает, что у него просто поджилки трясутся. И главное в это время ему не оскотинется и не вот эту в черную ненависть не перейти. Поэтому с любовью живет. А надо, чтобы была любовь. Вот запомните, в этом тонкая разница. Между теми, кто удачу испытывает в жестокой судьбе и теми, кто попадает под раздачу, если не сдает свои экзамены. А есть еще те, у кого захватила черная ненависть, они точно все погибнут. Здесь уже все. Поэтому, когда солдаты знают опытные, что если человека захватило, он тельняшки рвет, выбегает под танк, значит его расстреляют. Понятно? И чем добрее человек в сердце, тем больше у него самоконтроля, чем больше его раздирает несправедливость, тем тяжелее себя контролирует. И когда несправедливость человека разрывает психику на части, он дуреет и погибает. И за это еще потом попадает в ад. Поэтому жестокая судьба, мои дорогие друзья, не шутит. Это не шуточки, это серьезные экзамены, надо сдавать и учиться. Побеждать ее с помощью аскез, добрых дел и молитв. Вот эти три инструмента, которые дают возможность справляться всегда с жестокой судьбой. Поэтому действуйте по схеме. Если аскез не делайте, добрые дела не получится делать, потому что энергии не хватит. Нужно сначала матерью наполниться, сисью пососать, энергией природы наполниться. Потом дальше добрые дела начали делать, значит у вас молитва пойдет, потому что у вас сердце будет добрым, к людям правильно будете относиться. и без молитвы невозможно сохранить себя в жестокую судьбу. Да? Нет. Добрые дела и аскезы всегда основаны на науке. И если ты хочешь деньги пожертвовать, то это опасно. Лучше пожертвуй пищу. Иди, накорми кого-нибудь возле храма, кто просит на поесть. Прямо пищу дай и посмотри, он на поесть просит или просто тебя обманывает. И если ты ему пирожок даешь, он его ест сразу, значит ты точно правильно попал. Если он его в котомочку кладет, значит может быть правильно, может быть нет. Но скорее всего правильно. А если он говорит, мне не надо пирожок, мне надо деньги, тогда иди подальше от него. Этот человек тебя обманывает. Важно, чтобы пожертвование пошло по назначению. И это очень важно, потому что пожертвование – это опасные деньги. Ими могут пользоваться люди, которые наживаются на добрых сердцах. И это означает, что ты будешь за это отвечать. Поэтому все должно основываться на знании быть. Например, аскезы тоже надо правильно совершать для того, чтобы быть здоровым. Поэтому завтра все приходите... Где? Илагин остров к мосту, да? Восемь утра. Второй мост? Второй мост. Приходите на второй мост. Место встречи изменить нельзя. То есть не на этой стороне, не там, где остров, а перед островом. С другой стороны острова на мосту собираемся, идем вместе на остров. И там уже приходим туда, где мы будем бегать, ходить и ползать, и радоваться друг другу. А через час пятьдесят будем вместе все купаться. Поэтому берите с собой все купальные принадлежности. Иначе как-то будет вам скучно. Когда все будут купаться, а вы нет. Вы не скучали на лекции? Все нормально? Завтра продолжим. Мы про грехи уже немножко изучили. Теперь, как они все это происходят, вот будем изучать уже подробно. И как от них избавляться, и как побеждать тяжелые периоды в жизни. Да? Ваш вопрос? Здравствуйте. Я бы хотела спросить по поводу энергии солнца и по поводу шротасы. Как правильно наполнять, чтобы психический канал работал шротасы? И по поводу энергии солнца, если стало какая-то непереносимое солнце, то есть раньше я очень любила солнце, жила на юге. Значит, тогда у вас в организме копятся токсины. И нужно совершать пост на воде сначала, потому что если сразу сухой, то вы перегрузитесь. И, соответственно, нужно восстанавливать влияние солнца на себя. Иначе будет только хуже. То же самое со шротасами. Сначала наполняются нади, то есть психической энергией. Все начинается с счастья. А потом уже шротасы, все идет. Но все это через пробивание блоков происходит. Блоки пробиваются через аскезу. Аскезы на воде сначала, да? Ну, у вас, да. Если у вас с солнцем связано, это пост на воде, значит, надо... Ну, так и вижу я тоже. Токсины наполняют тело. А, скажите, пожалуйста, пост на воде это сколько нужно делать? Раз в неделю, раз... Или это несколько дней? Ну, конкретно вам. У вас есть пять психических слоев. У вас блок находится на втором психическом слое. Каждый слой психический прощается 12 часов поста. Значит, вам надо 24. Если смотреть на то, где конкретно токсины, куда еще идут, кроме здоровья, для того, чтобы определить день поста, то можно видеть, что токсины идут еще в личную жизнь. То есть от личной жизни портится настроение. Поэтому поститься надо по понедельникам. Спасибо большое. 24 часа. Утром поели немножко. На следующий день во вторник опять поели. А все остальное время водичку пьем. Ладно, мои хорошие, сейчас уже время закончилось. Желаю вам всем счастья, любви, знания, мира, всего самого лучшего в вашей жизни. И очень благодарен вам за то, что вы меня не забываете, приходите ко мне. Даже в аэропорту всегда встречаете цветами. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok